Пресс-тур для журналистов средств массовой информации, организованных холдингом «Аграсила» прошел 8 октября на Зайнском элеваторе. Это одно из трех предприятий «Аграсила», которое занимается приемом, хранением, сушкой и переработкой зерновых культур. В структуру Зайнского элеватора входят лаборатории для заборы, пробка очистительных показателей зерна, автовесовая, пункт приемки и очистки зерна, его сушки и переработки, а также зона хранения, ремонтные мастерские. Сегодня элеватор мощностью 150 тысяч тонн единовременного хранения зерна является одним из крупнейших в Татарстане. В этом году было принято более 145 тысяч тонн зерновых и масличных культур, в том числе более 135 тысяч тонн зерновых культур и 10 тысяч тонн подсолнечника. Также в планах в этом году еще приемка 20 тысяч тонн подсолнечника и 10 тысяч тонн кукурузы. На элеваторе работают две сушилки зерна для сушки масличных культур. Здесь минимизирован ручной труд. Практически все процессы автоматизированы, а система управления позволяет в режиме реального времени контролировать все производственные процессы. Инновационность нашей лаборатории, то, что лаборатория снабжена экспресс-анализаторами, то есть одну машину мы в течение двух минут полностью определяем основные качественные показатели. Зенский элеватор в 2020 году запустил линию пилетирования шелухи подсолнечника. Она позволяет утилизировать отходы очистки обработанной культуры и, кроме того, производить энергоэффективное топливо. В сезон планируется производство около 500 тонн пилет из лузги подсолнечника. Ежесуточная производительность при этом составит до 15 тонн. Окупаемость линии, по прогнозам специалистов, составит три года. Сегодня элеватор уже завершил приемку зерновых культур и начал приемку подсолнечника. Его планируется принять около 28 тысяч тонн. Елена Маврина, Денис Ипатов. Новости Татарстана.